Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и в этом видеоролике я вам расскажу про новый Xbox, который возможно выйдет в конце этого года. Сразу предупреждаю, что пока эта информация не более чем слух, но вы знаете, что они иногда все-таки сбываются. Опять же, верить или нет, это выбор каждого, но как по мне информация не такая уж и сказочная. Да, сори, что на заднем фоне игра под названием Splitgate, но она мне что-то в последнее время крайне понравилась. Перед началом видео попрошу вас, как всегда, поддержать его лайком, ну а также подпиской на канал, если вам нравится Xbox и контент о нем. Также не забывайте забирать подписку кинобойск HD с помощью моего промокода для новых пользователей, который даст вам возможность посмотреть фильмы, мультики, сериалы совершенно бесплатно и целых 90 дней. Помимо всего этого, вы получите доступ к Яндекс.Музыке и к скидкам сервиса Яндекс. В общем, ссылку на активацию я оставлю, как всегда, в закрепленном комментарии под видео, и давайте начнем. Начнем с того, что в сети появились некие концепты нового Иксбокса. В принципе, они у вас на экране. По первому взгляду можно сказать, что это Иксбокс РСС, но дело в том, что его размеры, скорее всего, составят где-то с колоду карт. По первоначальной идее, данная консоль, которая, кстати, пока в сети называется Иксбокс Стрим Бокс, что-то знаете, ору от названия. Эта консоль, если, конечно, можно ее так назвать, является по существу неким адаптером, с помощью которого вы сможете играть в игры от Иксбокса при помощи Икс Клауд. Поэтому Икс Клауд его пока назвали. Конечно, если он, возможно, выйдет, он получит название что-то, может быть, по типу Иксбокс РСС или Иксбокс Стрим, ну, может быть, что-то еще покороче, но пока не будем об этом заморачиваться. Напомню, что тот самый Икс Клауд это облачный сервис, который недоступен у нас в России, но с помощью которого вы сможете запустить игры от Иксбокса при помощи серверов Майкрософт. Вообще, данный сервис будет доступен на смартфонах, на ПК, на смарт-ТВ, в общем, практически везде, где есть возможность подключить интернет, какой-нибудь геймпад, если я не ошибаюсь, подойдет даже DualShock, и чтобы была возможность вывести изображение на экран. Помимо тот самый Икс Клауд, и смотря на тот самый новенький Иксбокс, возникает простой и логичный вопрос, а зачем вообще тогда нужен Иксбокс Стримбокс? Не, ну, правда, зачем? Признаться, я тоже сначала не понял, для чего эта штука, но чутка поразмышляв и подсчитав то, какие разъемы там будут, я все-таки немножко понял. Если что, в данном устройстве планируется кнопка включения, простой USB разъем, разъем USB-C, ну, предположительно для питания, порты HDMI, и плюс вход под интернет. Плюс, если посмотреть поддерживаемое устройство, а именно клавиатуру и мышь, геймпад, гарнитуру, то можно сделать вывод, что, скорее всего, это устройство именно для этого. Просто, насколько я помню, через ТВ и подключенную к ней гарнитуру нельзя разговаривать в чате. Также я не припоминаю, чтобы к ТВ подключалось два геймпада одновременно. Я, конечно, в этом могу ошибаться, но если вдруг кто-то знает, подправьте в комментариях. Поэтому мне почему-то кажется, что данное устройство могут выпустить именно для поддержки тех или иных аксессуаров Иксбокс, ну, а также для тех, у кого просто нету смарт-ТВ или он куда-то уехал по типу в отеле, где нету смарт-ТВ. Что касаемо ценника, то тут можно лишь гадать, поскольку информации нет. Но чаще всего такие устройства стоят очень и очень мало, в районе 3-5 тысяч рублей, конечно же. Поэтому не исключено, что данное устройство будет стоить даже за рубежом меньше, чем в 100 долларов. Единственное «но» в этой всей ситуации – это «но» не в России. Поскольку у нас пока неизвестно, когда вообще запустится тот самый Икс Клауд и запустится ли он когда-либо. И пока его не запустят в нашем регионе, данное устройство, если, конечно, оно вообще увидит свет, будет просто бессмысленно. Если задаваться вопросом, а купил бы я себе такое устройство и вообще стоит ли его ждать, я бы, наверное, ответил нет. Поскольку все равно Икс Клауд будет доступен в большинстве устройств, в том числе и на смартфоне. И, на мой взгляд, истинный смысл Икс Клауда – это играй где хочешь. И в этом смысле Икс Бокс Стрим Бокс, ну, мне кажется, будет бесполезен, поскольку ты его не сможешь взять в дорогу, присоединить там к телефону или куда-либо. Плюс, знаете, чтобы получить все-таки максимальные эмоции от тех или иных игр, я думаю, что стационарные консоли пока ничего и не заменят. В общем, пишите свое мнение по поводу данного устройства в комментариях, нужно оно или нет. На этом, в принципе, все. Не забывай ставить лайки, подписываться на канал, если тебе нравится такой контент. И большое спасибо тебе за просмотр. До новых встреч.